доброго времени суток вы на канале артсад манько с вами татьяна я сегодня хочу показать вам свою каменную горочку которая предполагает в дальнейшем такое хвойное место жительства место жительства хвойников и прежде чем показать свою сосеночку горную давайте посмотрим полностью обзор такой маленький по нашей горке вот здесь я показываю можжевельник он очень очень сильно зарос я не знаю как он называется когда его приобретал он был без названия сейчас он уже вот так вот свешивается с камней и уже требует где-то даже может быть подрезки но пока мне это нравится я так оставляю прикапываю здесь же укореняю вот так вот потом подрезаю немножко стволики здесь у меня уже вот не отодрать приросший кусочек то есть уже саженцы здесь же поэтому я его конечно еще успею подрезать дальше по этим камушкам я все показываю этот как сказать это сочетание что ли очетка и камни как они сдружились посмотрите как они сдружились вот они как-то так уживаются ведь зим уже здесь проживают в камнях хорошо вот этот очи точек перезимовывает в прошлом году он нас не порадовал цветением я не подкармливала его ни разу вот в этом году я больше такой ошибки делать не буду я обязательно как только он отцветет я обязательно обязательно его подкормлю потому что здесь горка наша состоит она засыпана вся шлаком здесь была куча шлака мы обложили камнями и потом водородный слой сверху нанесли а теперь посмотрите вместо шлака какая красота я не знаю как это золото или это или это что это такое рассыпаны вот в этом году не посещают пчелы обычно когда цветет очеток здесь только шмели немножко когда цветение очетка идет здесь бывало пчел очень много прям можно сказать немерено значит где-то есть взяток лучше больше я раньше не понимала почему пчела не идет а когда ты идет вот и пчелка кстати есть но это немного совершенно значит где-то есть взяток лучше теперь я это уже знаю понимаю так ну давайте посмотрим сюда я посадила низенький вегетативный алису и сейчас от подальше отойду и он вот так вот выживается в это золотистое облако белым пятном таким горка у меня не завершенная это конечно все зимовало и само по себе сама по себе формирующаяся красота здесь пас досажена фанфара здесь сам спасился дальше очеток зибольда здесь тоже вегетативный алису здесь целая шапка зибольда очетка скоро он зацветет и это будет такая розово-малиновая шапка не доформирована пока не досажена горка сейчас я еще побольше высажу петуни причем петуни я уже пожалела что высадила из стаканчиков вот они как долго развиваются смотрите-ка как это все долго вот а вот высадка из кашпо вот сейчас они торнадо скоро сильвер разойдется хорошенько вот торнадо черри и они будут очень такими сильными из стаканчиков зря я так высадила конечно вот там зацветает розочка бони розочка бони тоже в прошлом году оказалась без подкормки в этом году она послабее ну на череночки все равно выберу остальное буду подкармливать и восстанавливать на горку в прошлом году я время не уделила вот еще приготовила высадить кашпо лягушонка питунью здесь сосеночка горная которую я в общем-то всю прищипнула вовремя прищипнула и буду формировать такую более низкую шапку и более густую вот здесь у меня тоже очуток название я его не искала не знаю если кто-то прямо наизусть подскажите в комментариях я буду просто рада чтобы не это не искать вот но сейчас он прям в такой замечательной форме такой хороший шарик мне нравится тем что он шарик прям сам формирует ничего не надо прищипывать просто сам такой вот замечательный и тоже хорошо очень зимует на этих камешках дальше здесь я уже показывала раньше и подушка видная наша елочка а вот елочку она в прошлом году была очень такая чахленькая в этом году я ее хорошо подкормила с весны и вот уже совсем другое дело хороший дала прирост а в прошлом году прям такой маленький был прирост а здесь очень хороший уже приростик вся такая голубенькая в общем это моя голубушка голубая подушка видная ель попробовала нынче в череночник посадить несколько череночков удастся или нет мне при туманообразователи от нее получить черенки так ну вот еще раз здесь у меня мульт коралл с прошлого года вот кстати на земле совершенно не зимует мультифлора хризантема а здесь внизу получается мощный такой дренаж дренаж из шлака да потому что плодородного слоя много остальное шлак горка конечно быстро пересыхает это ее минус ну ставим разбрызгиватель и поливаем вот поэтому к моему удивлению мультифлора перезимовала с прошлого года вот 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 сосна горная могус вот прищипнутые точки роста все почки были прищипнуты сейчас я вот смотрю что даже зря я оставила по 4 сантиметра по 5 можно было даже по еще короче ее сделать еще гуще еще пышнее бы было вот идет ветка плохо видно вот идет ветка и на ней вот такие вот получается разветвление на следующий год еще одна прищипка это была первая прищипка в прошлом году я ее не прищипывала но она мне вот такая вот уже пушистенькая два метра я не хочу чтобы она получалась я буду и конечно же стричь или прищипывать и посмотрю может быть какие-то центральные стволики придется проредить так дальше здесь у меня ель коника загораживаю сама собой так вот она у меня она была не прикрыта и она прям видите как сильно сильно подгорела я вычистила все прошу шала хорошенечко вычистила всю хвоечку старую отмершую и вот сейчас она восстанавливается она конечно прикроется в прошлом году она вышла очень хорошо и была такая прям с весны зелененькая не обгорела в этом году все иначе и вот у меня еще одна красавица вот такая вот сосна и сейчас она дала такие большие огромные приросты прошлом году я начала ее формировать создала вот такой красивенький скелетик и как мне казалось что довольно таки разряженная и сделала но в этом году я смотрю что нужно было наверное еще скелетную ветвь продлить длиннее убрать вот эти две веточки и оставлять на шарик на формировку шарика только вот вот эту часть потому что здесь будет смыкание ну как как это снять так вот здесь и вот здесь вот эти ветки сомкнуться и вот этого шарика наверху который я хочу сформировать вот такой шарик его не будет видно не будет он вычленяться поэтому похоже что вот эти еще разветвления вот парусу противных веточек придется убрать вот здесь вот зачистить вот так вот зачистить придется еще хвою то есть удлинить удлинить надо будет как сказать то правильно ветвь центральную вот для чего убираются вот эти вот хвоинки для того чтобы почки не проснулись и не начали давать дополнительные здесь побеги вот поэтому здесь зачищается и она у меня сейчас вот превратится вот в такую старую скелетную ветвь а вот эти веточки вот эти вот я обрежу две вот эту и вот эту я обрежу а здесь уже на конце буду формировать шапочку то есть я буду убирать очень коротко возьму потом секатор и вот так сантиметрика по два всего оставлю так а все остальное я уберу также поступлю со всеми другими ветками и в конечном счете потом покажу как это будет может быть потом сниму эту горку осенью потому что она будет уже другая не будет уже этого красивого золотистого такая вот шикарная все таки шапка получается цветущая из-за четко мелкого никогда не дооценивала его до тех пор пока он не начал вот такие вот летние цветения